Привет любителям сноубординга! Мы снова в магазине Squat, точнее в отделе VR Freeride. В этом видосе мы чуть-чуть больше покажем вам досок японского производителя Moss Snow Stick. В прошлом видео, как я уже говорил, Moss образовался в 1971 году. Это, наверное, одна из старейших в мире фирм-производителей сноубордов. Чуть более подробно остановлюсь на конструкциях досок. Собственно, никакой уникальности в конструкции нет. Это обычный деревянный вудкор, состоящий из тополя и бамбука. Стекловолокно тоже самое обычное. Единственное отличие от некоторых других брендов, это то, что волокна стекла переплетены между собой как корзинка, что делает конструкцию более прочной. Скользяк графитовый. Это, наверное, просто самый быстрый из дешевых скользяков, которые есть на рынке. Собственно, вот и все. И, естественно, про боковую стенку. Это обычный ABS Sidewall, как у всех хороших производителей сноубордов. Вот как раз давайте поговорим про эту доску. Вы видите сразу, что это очень уникальная форма. Это доска длиной 152 сантиметра. Очень короткая, очень широкая. Рассчитана она для людей весом, ну, наверное, до 80-85 килограммов. Это самая уникальная доска в коллекции от Mos Snow Stick. Они ее называют три в одном. Сноу, скейт и серф. То есть скейт, почему, понятно, она очень короткая. Сноу – это все-таки сноуборд. И серф – это доска спроектирована именно как сноусерф, то есть для катания по глубокому снегу. У нее огромный широкий нос. Талия тоже достаточно широкая. Талия 27 сантиметров, причем это с самой тонкой части, а, например, под передней ногой еще шире. На такой доске вы гарантированно не утонете в глубоком снегу. И при этом эта доска будет вас хорошо держать на жестких поверхностях, потому что это в серединке обычный прогиб, обычный кембер. Естественно, крепления смещены максимально назад, чтобы был длинный нос. И он всплывал в паудере. Благодаря такой конструкции… Почему это называется именно сноусерф? Благодаря такой конструкции эта доска чувствуется, как обычная, настоящая доска для серфинга на волне, когда контролируешь ее задней ногой. Если вы посмотрите на скользяк, сзади на хвосте три полоски. Они вогнуты, как конкейв, благодаря чему доска более устойчиво держится в снегу, когда хвост погружен в снег, нету вот этого дергания туда-сюда. И управляемость задней ногой, когда ты больше сидишь на задней ноге, из-за этого улучшается. Для такой короткой доски это очень важно, потому что крутится она под тобой, будь здоров. Эту доску можно назвать каким-то, не знаю, переломом шаблона. То есть это такой конструкции доска, она полностью, скорее всего, поменяет ваши представления о сноубордах, хотя является достаточно универсальной, и вы на ней можете кататься как и по паудеру, так и по тратраченным трассам. В общем-то, к чему и стремится мостсноустик – сделать доски универсальными. Следующую доску, которую мы рассмотрим, она называется U5, и это скорее флагман всей коллекции. Их в коллекции несколько. Мы не стали в свой магазин поставлять совсем уж короткие доски. Все-таки японский рынок рассчитан на японцев, они народ не очень крупногабаритный, и поэтому все наши представленные доски – это в основном самые длинные, самые большие модели, которые они выпускают. Эта доска, скорее, более похожа на привычную доску, но форма носа очень оригинальная. Он резко расширяется примерно вот отсюда, от передней ноги, благодаря чему такой нос будет очень хорошо всплывать в снегу. Короткая пятка, короткий хвост будет погружаться в паудер, и вы будете на ней плыть, как на серфинге по воде. Боковой вырез этой доски не одинаковый, что называется мультирадиусом. Благодаря такой конструкции доска поворачивает по-разному, когда вы стоите на ней более по центру, или отклоняетесь назад, или вперед. На этой доске очень легко делать как резкие повороты, когда она нагружена полностью, так и расслабленные повороты в паудере, можно назвать это верхними поворотами, когда вы расслабитесь и просто поворачиваете и плывете по пухлому снегу. В общем, U5 – одна из флагманских моделей этого сезона, да и, в общем-то, всей сетки MOS Snow Stick в целом, потому что эта доска производится с 1982 года, и данный шейп немножко был изменен в 2019 году, в прошлом году. Какое изменение было внесено, я точно не могу сказать, потому что я не был знаком с этими досками до этого момента. Но, как я уже говорил, японцы кропотливо год за годом, миллиметр за миллиметром изменяют шейпы своих досок, чтобы добиться более точных, более красивых поворотов от своих досок. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok